Всем привет! Во вчерашнем видео номер 0822 я рассказал о тех продуктах, которые необходимо включать в межсезонье в осенний, зимний и весенний период для повышения иммунитета, для того, чтобы успешно противостоять вирусным инфекциям, простудам, чтобы быть здоровыми, но если коротко, то вот перед глазами все это, обязательно масло, коровье, растительные жиры, обязательно витамины, семечки, орехи, витамин С, овощи, фрукты, сухофрукты, чай обязательно, и яйцо, и немного сыра может быть. Лучше, конечно, это видео посмотреть полностью, но хочу дополнить еще этот рацион двумя важными продуктами, о которых я вчера забыл упомянуть, но потом вспомнил. Это перец черный горошком и лавровый лист. Данные ингредиенты я использую для замены соли. С 17 мая, то есть более полугода, я не употребляю в пищу соль совершенно, то есть солонка на столе у меня отсутствует. С пищей я никак не присаливаю, соль не использую. И понадобилось, конечно, заменить чем-то этот соленый вкус. А чем заменить? Я нашел выход следующий. Во-первых, 4 ингредиента. Лук, чеснок, черный перец горошком и лавровый лист. Лук, чеснок я мелко режу, смешиваю с растительным маслом. И лавровый лист и перец черный я размалываю мелко и добавляю вот в этот состав. Либо чеснок с растительным маслом, либо лук с растительным маслом. Смешиваю чеснок, растительное масло и перец с лавровым листом. Кстати, перец с лавровым листом в пропорции 1 к 1. То есть, например, 10 грамм перца, 10 грамм лаврового листа я перемалываю за раз. Получается такая вот баночка у меня со специями. И, в общем, если эти вещи смешать, получается очень интересный вкус и запах замечательный. Нерафинированное растительное масло с чесноком и перец с лавровым листом размолотыми дают замечательный вкус. Прям восхитительный запах, прекрасный просто. Ну, или вместо чеснока лук тоже мелко порезанный. Тоже очень вкусный. Приправа получается вкусная. Вот, то есть, плюс к рациону от простуд, от инфекций, добавьте обязательно лавровый лист, мелко размолотый, и черный перец горошком. Один к одному в пропорциях. Посыпайте. Ну, и тем людям, которые тоже хотели бы отказаться от соли, у которых давление, отечность, лишний вес, тоже рекомендую использовать эти приправы. Лавровый лист, перец, лук и чеснок и растительное масло нерафинированное. Ну, можно и коровье, но, в общем, лучше, конечно, нерафинированное, там замечательный аромат такой получается. Ну, ем, например, кашу. И в кашу я вот это дело добавляю. То есть, посыпаю кашу молотым лавровым листом и черным перцем с горошком размолотым, и тертым чесноком или мелко порезанным луком. Либо лук, либо чеснок. Потому что хочется заменить соленый вкус чем-то. А чем заменишь? Вот этими специями. Перец и лавровый лист – это интересные такие специи. Очень полезные, я считаю, в этот период, в период простуды, инфекций. Благотворно действуют на организм, расширяют поры кожи и как-то вот придают даже ясность мышления, по-моему. Потому что раньше даже был такой нюхательный табак распространён. Его люди нюхали, чихали и как-то немножко получали какое-то облегчение. Но от перца, от размолотого, от лаврового листа, если в нос попадёт, тоже можно чихнуть, я вам скажу. И эффект получится не хуже. И даже полезней. Вот. Такие советы простые, в общем-то. Наши бабушки и дедушки всем этим охотно пользовались. Даже любители выпить настаивали водку там на перце, на чём-то ещё. Но у нас как-то сейчас всё посмешалось. Люди знания утратили старинные. И, в общем-то, поэтому, наверное, стали больше болеть. А так, в общем, плюс к этому ещё и скажу, что необходимо сухие ноги постоянно держать. Если вы по улице ходите, чтобы у вас была сухая обувь. А шею, если вы закаливанием не занимаетесь, не обтираетесь холодной водой. Шею, там, лицо, плечи, торс. То, конечно же, нужно всё это вам кутать. И ноги, и шею, и, так сказать, в шапки ходить. А то молодёжь ходит без шапок, без этих самых. С порой даже с голыми щиколотками, без носков хороших, в сырой обуви. Ну, болеют люди. Не следят за своим здоровьем. Знаете как, держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле. Так, о своих, значит, наблюдениях. Ну что, полгода без соли, это, конечно, круто. Ну, если честно, то сыр я всё-таки ем. Вот, как, знаете, 20 грамм в день всё-таки сыра я употребляю. Иногда чуть больше. А в сыре, как известно, имеется некоторый процент соли. То есть, всё-таки соль, она попадает в организм. И теоретически в масле в коровьем тоже есть соль. Потому что коровам дают камень лизунец полизать. И в молочных продуктах соль всё-таки содержится. В сыре, в масле, в молоке, в твороге. Вот, теоретически соль я всё-таки потребляю, но крайне мало. Ну, не знаю, сколько там в этом сыре, в молоке, не знаю. Ну, полграмма, может, в день. Норма где-то полтора-три грамма в день на человека. Рекомендуемая медиками. Но я бы посоветовал отказаться. Потому что в моём случае это было критично. У меня сильно болело плечо правое. Я даже не мог спать на нём, на правом боку. Потому что то ли отложение соли. Я не знаю, это боли были просто очень серьёзные. Я не мог лампочку рукой завернуть. На протяжении года, полутора-двух даже. Я ел много соли, честно скажу. Но после того, как с мая перестал её есть, через пару недель всё стало проходить постепенно. Через месяц-полтора уже рука совершенно прошла. И сейчас, спустя полуода, рука в отличном состоянии. То есть, действительно, я даже не знаю, в чём дело. Я и к врачам обращался. Никто не мог ничего сказать, кроме лечебной физкультуры. Предложить, типа, возраст, всё такое. Но, отказавшись от соли, я решил эту проблему. Подозреваю, что, возможно, соли как-то отложились. Я много её, в самом деле, ел. А потом они растворились, и всё, рука хорошо работает. Ну и, кроме того, ещё сбросил несколько килограмм. Это помогло мне приблизиться к моему идеалу. Рост минус 100. Вот. Сейчас у меня и, в общем, такой примерно и такие параметры. Рост минус 100. То есть, несколько килограмм за полгода я сбросил лишних. Ну, может быть, 3 или 4, я не помню точно. Не суть. Так, что ещё сказать. Плечо прошло. Несколько килограмм сбросил. Ну, отёчности у меня и не было. Давления. Ну, у меня его и не было. Ну, думаю, что да, соль влияет на давление, особенно у полных людей. Аппетит. Да, аппетит нормализовался. Я подозреваю, что соль, она как-то увеличивает аппетит, и количество потребляемых блюд, и калорий увеличивается, там, на треть, например. То есть, солёной пищи человек съедает больше, чем не солёной. Я так думаю. И думаю, что соль как-то влияет на соляную кислоту, которая вырабатывается у нас в желудке. И тоже это усиливает аппетит, и увеличивает переваривание пищи. Я, короче, не знаю, но соль влияет на жирение 100%, на отёчность, на давление и на боли в суставах 100%. Поэтому очень серьёзное ограничение необходимо всем людям, которые страдают от этих вещей. И я лично это подтверждаю, и мой пример тому, так сказать, подтверждение, что полгода можно прожить без соли. И если раньше очень сильно хотелось посолить пищу, то сейчас практически не хочется. Ну так, чуть-чуть если. Вот знаете, если кто курить бросал, он меня поймёт. Вроде бы хочется покурить, вроде бы можно уже и обойтись без курения, вроде бы хотелось бы щепотку соли в пищу бросить, но можно и обойтись. А на первых порах очень сильно хотелось, просто казалось невозможно это всё съесть без соли. Но сейчас уже привык, и кроме того, меня сильно успокаивает та мысль, что всё-таки какой-то минимум соли я получаю с сыром, и мне это вполне достаточно. А насчёт негатива, никакого негатива я не испытываю абсолютно. В здоровье всё нормально, всё хорошо, поэтому и вам советую отказывайтесь от соли, добавляйте в рацион вот эти все продукты. Следите за тем, чтобы они у вас всегда были в рационе. И особый упор на лавровый лист размолотый, чеснок, лук, перец горошком. На эти четыре компонента, важных компонента в нашем питании, особенно в сезон простуд, инфекций, коронавируса и авитаминоза. Ну всё, наверное. Желаю, чтобы ваш иммунитет был высоким, здоровье хорошее, настроение отличное. Всего вам доброго, с вами был Дмитрий. Если есть какие-то вопросы, пишите в соцсетях. Ссылки на соцсети находятся в описании к этому видео. Всего вам доброго, всем пока.